Сегодня, 23 числа, граждане Российской Федерации отмечают официальный праздник День воинской славы России. Эта дата ознаменована победой советских войск над немецкими захватчиками в Курской битве 75 лет назад. Самыми важными гостями на площади 30-летия победы были ветераны, участники сражения. Их рассказы о войне не изобилуют геройскими подробностями, им помнится до мельчайших подробностей другое – человеческое, теплое, как они говорят, обыденное. Или такой случай. Вот на этой же Курско-Орловской дуге, когда это все закончилось, когда уже стали подходить из Сталинграда войска, нам сказали, мы перейдем сейчас на другую линию. И вдруг приходит к начальнику госпиталя молодой человек, раненый, и говорит, у вас девчата вот сейчас освободились и ждут, пока придут ваши эшелоны. А у нас помидоры созрели, а убирать некому. Может, придут да соберут для вас. Помидоры девушки собрали, посолили. Многих это спасло от цинги. Вспоминаются и бои, но не так, как принято их показывать в кино. Вспоминаются ощущения, как смотрели во все глаза, чтобы запомнить и рассказать тем, кто родится после. Вспоминаются разговоры, случаи вспоминаются не победы, а своя и чужая боль, ужас войны. В память о павших первые лица города и области вместе с ветеранами, военными и силовиками возложили цветы. Этот день не праздник, говорят ветераны, но дата, которую забывать никогда нельзя. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.